Приветствую уважаемых подписчиков и гостей нашего канала. Перед просмотром ставьте лайк, подписывайтесь на канал и не забывайте нажимать на колокольчик. Система Федеральная служба исполнения наказаний объявила войну воровскому укладу в колониях и тюрьмах. Ломать преступных авторитетов решено всерьез, застрельщиками выступают выходцы из спецслужб. Тем не менее, нельзя не вспомнить, что прежде власти уже дважды пробовали сломать хребет профессиональной преступности, и каждый раз что-то в итоге шло не так. А самая первая попытка оказалась настолько фатальной, что ее последствия страна расхлебывает по сей день. Как известно, Великая Отечественная война началась 22 июня 1941 года, а уже 12 июля Президиум Верховного Совета СССР издал указы о досрочном освобождении ряда категорий заключенных. Затыкать дыры на фронте отправили осужденных за прогулы, а также за незначительные бытовые преступления. Позже к ним добавились бывшие военнослужащие, осужденные за малозначительные преступления. Всего таким образом Красную Армию пополнили 420 тысяч выходцев из ГУЛАГа. Однако вскоре огромные потери заставили вновь вспомнить о зэках. В январе 1942 года Пленум Верховного Суда СССР разрешил отправлять в армию лиц, осужденных на срок не свыше двух лет лишения свободы. Учитывая, что за обычную кражу по Уголовный кодекс следовало три месяца лагерей, а за серию краж, до года, путь на фронт открылся в том числе и для профессиональных преступников. Плюс заключенным в лагерях нередко предлагали искупить вину кровью, и желающие находились. Трудно сказать, что именно двигало уркоганами. Возможно, присутствовала и доля патриотизма, однако историк отечественной пенитенциарной системы Александр Сидоров описывает мотивы добровольцев более скептично. Во-первых, с началом войны кормить в лагерях стали крайне скудно, отчего зэки умирали десятками тысяч. На фронте же кормили. Во-вторых, массово проситься в армию зэки стали после Сталинградского сражения, когда стало ясно, чья взяла. В-третьих, год на фронте засчитывался за три в лагере. Как результат, линейные штрафные части пополнились матерыми уголовниками. Воевали вчерашние жулики и налетчики отчаянно и дерзко, как привыкли на воле брать кассы. Примечательный факт – уголовники оказались даже в числе обладателей звания Героя Советского Союза. Так, ушедший добровольцем на фронт Николай Кульба уже имел за плечами два приговора, в том числе за грабежи в составе банды. В своей дивизии он стал лучшим снайпером, уничтожив 29 немецких солдат и офицеров, а во время форсирования Днепра принял командование и повел роту в атаку. В момент награждения Кульба лежал в госпитале, потому звезду Героя ему так и не вручили. Когда же в 1958 году Героя, наконец, разыскали, оказалось, что Кульба после войны продолжил воровать и получил еще два срока. В итоге награды его лишили. Они были смелы, я представлял их наградам, вспоминал известный актер Евгений Вестник, в батарее которого также служили добровольцы из ГУЛАГа. Впрочем, одновременно Вестник приводил характерный эпизод. Восточная Пруссия, 1945 год. Немецкий пулеметчик не дает провести через поляну наши гаубицы. Рядовой Кузнецов Василий, беломарканальник, осужденный на 10 лет, получил от меня приказ ликвидировать огневую точку. Через полчаса пулемет замолк. А еще через 10 минут Вася принес затвор немецкого пулемета и голову стрелявшего немца. Товарищ гвардия-лейтенант, вы могли бы подумать, что я затвор сброшенного пулемета снял, а стрелявший ушел. Я голову его принес как доказательство. Всего за время войны фронт прошли десятки тысяч уголовников. После победы одни взялись за ум, другие, как Кульба, взялись за старые и вернулись в лагеря. Они входили в бараки, ожидая, что блатные товарищи воздадут им должное за храбрость. Но не тут-то было. Воровской закон запрещает служить государству, потому к прибывшим отнеслись как предателям. Аргументы фронтовиков о том, что они дезащищали не власть, а родину, не прошли, раз носили погоны, стало быть вы больше не воры. На самом деле блатной кодекс чести был здесь ни при чем. Просто согласно сложившейся системе уголовники в лагерях находились на вершине пищевой пирамиды, безжалостно обирая фраеров. Однако поскольку за время войны сажать стали меньше, кормовая база у уголовников сократилась. А тут получалось, что в лагеря прибыли еще тысячи таких же блатных. И что теперь, прикажете делиться и сидеть на голодном пайке? Ворам-фронтовикам, само собой, тоже не улыбалось терять привилегии. Так 1947 году оформилось противостояние. На блатном сленге «пойти на сотрудничество с властью» значило сучиться. Так вернувшимся с войны уголовникам приклеилось определение суки. Сперва их просто били, не подпуская к лагерной кормушке. Потом начали убивать. Суки поначалу сопротивлялись самостоятельно, а затем, чего теперь терять, пошли на решительный шаг. Администрации лагерей полетело предложение. Вы поддержите нас, а взамен мы поможем вам справиться с законными ворами. Руководство ГУЛАГа идею поддержало. Уголовники уже давно были костью в горле, которую ни выплюнуть, ни проглотить. И если одни зэки своими руками перебьют других, а чего в лагерях наконец настанет порядок, то станет только лучше. И чем больше варья передохнет с обеих сторон, тем лучше для страны. Для начала, как пишет Сидоров, гулаговское начальство искусственно обеспечило сукам численный перевес, дав фактически карт-бланш на расправы. Открывалась дверь, и в тюремную хату заходила команда, вооруженных заточками сук, которые ставили законникам ультиматум. Или отречься от воровского закона, или умереть. Для этого надо было публично поцеловать нож, или самому запереть дверь камеры. Если же кто-то отказывался, начиналась Тремеловка, долгое, изощренное убийство. Воров забивали до смерти, ломали им кости, отрезали языки. Соавтор Владимира Высоцкого, автор книги «Черная свеча» Вадим Туманов, вспоминал, что в бухте Ванина Тремеловка проходила на глазах у целого этапа и в присутствии высокого лагерного начальства. Воры не оставались в долгу, превращая любую встречу с суками в побоище. Кровь лилась рекой. А когда ее становится слишком много, жизнь вообще перестает чего-то стоить. В итоге убивать стали и тех, кто просто попался под руку. Прежде всего из числа фраеров. Тут-то в руководстве ГУЛАГа и схватились за головы. Мало того, что в зонах творился полный беспредел, мешающий выполнять план по лесозаготовкам и мытью золота, хотя суки вроде как обещали навести порядок, наоборот они оказались еще страшнее и подлее воров, начав вовсю помыкать беззащитными мужиками. В попытке вернуть статус-кво в ГУЛАГе, попытались было подержать воров, поделили лагеря на воровские и сучьи, но было поздно. Война полыхала почти 10 лет и закончилась, как ни странно, сама собой. Поводом для этого стала амнистия, проведенная после смерти Сталина. Благодаря ей на волю вышли тысячи уголовников, из-за чего противостояние в лагерях потеряло накал и со временем сошло на нет. Однако последствия сучьи и войны оказались куда как продолжительнее. Что же изменилось? Да в общем все. Бойня дала ворам понять, что в одиночку им не победить, нужна поддержка. А кто самая массовая каста на зонах? Фраера, мужики. Прежде уголовники не считали их за ровню. Вор ворует, фраер пашет. Теперь же они показательно стали проводить идею о том, что законы воровского мира никогда не обидят честного арестанта, а воры являются защитниками справедливости в зонах. Само собой, провозглашалось это только на словах и озвученная следом идея создания общака, по сути была выгодна самим уголовникам. Именно массовая резня привела к значительному укреплению позиций воровского мира и возникновению романтического ореола вокруг законников, как в местах лишения свободы, так и на воле. Она укрепила изнутри, сплотила уголовное братство, потолкнула его к серьезным, глубоким реформам. И в результате наша страна получила искусно организованное и мощное преступное сообщество, пишет Александр Сидоров. Теперь вор в законе провозгласил себя защитником и покровителем сидельца. Многие проблемы борьбы с нынешней российской организованной преступностью, порождение послевоенного ГУЛАГа. И созданы они не в последнюю очередь именно теми, кто встал на сторону сук и своими чистыми чекистскими руками выковал образ идеального вора, воспитал и взлелеял хищных, талантливых и умных уголовников.